Ого! Ого! Друзья, ну что ж, здравствуйте! Несколько дней мы с вами не выходили на связь. Ну, что нам скрывать, да? Конечно, состояние так себе, история так себе. Вот, но давайте уже переходить к себе и говорить о том, что происходит сегодня. Хотел бы вам показать Тимку, вы только посмотрите, как сильно он становится каким-то таким сладким рысям, какая у него красивая морда. Но это просто нечто. Ты спускаться будешь? Ну, давай сюда. Тимка все прыгает и прыгает. Он все это умеет. Теперь очень умеющий рысь. Маленький умеющий рысь. Это хантом ругается. Почему? Видите ли, без него. Почему, видите ли, без него? Вообще, кто-то где-то какие-то звуки издает. А как же я? Вы что, меня не любите? И тому подобное. Тимка, ну, это я только что сказал, что ты очень грациозный. Давай-ка. Молодец. Представляете, друзья? Полтора месяца назад этот котенок приехал к нам просто-напросто. Со всеми переломанными четырьмя лапами, позвоночником. И вообще не мог ходить. А сейчас этот кот прыгает. Счастлив. Я к чему вам вообще хотел рассказать это все? Что Тимка готовится к выходу, к Хану. И Хан готовится к тому, чтобы к нему вышел Тимка. Он это знает. Потому что это будет их вторая уже встреча. Тимка понимает, что если я туда захожу так надолго, значит, что-то здесь связано с тем, что кому-то придет в гости. Вот. Поэтому я думаю, даже сегодня я вам покажу их встречу, как они общаются, как они играют. Я видел, что вас это очень интересует. И вы очень хотите это увидеть. Друзья, очень много вопросов про Клео. Что с ней? С Клео все прекрасно. Так, я сейчас Тимке оставлю игрушку на минуту. С Клео все прекрасно. У них даже с Тимкой, как вы можете наблюдать, открыта. Дверца. Все, видите, адекватный человек лежит. Вполне себе смотрит на нас. Вон Тимка к ней может заходить, бодается. Но они еще не хотят общаться. Вот сразу говорю, они не желают общаться. Точнее, Тимка не желает общаться. Клео абсолютно нормально в этом плане. Тимке, привет. Дай пять, скажи, дай пять, дай человек. Мой человек. Ты мне помог когда-то. Тимка? Тимка? Прыгаем? Вот. С Клео все хорошо. У нее сегодня последний день дачи антибиотиков. И, собственно, уже она свободный. Рысь от всяких разных препаратов. И теперь будет просто кушать. Я постараюсь заснять, как она кушает. Конечно, сейчас ей кусочки поменьше. Пока что там все не заросло. Филешка кусочками. Фарш она не ест, в принципе, как вы знаете, да? Мясо, филе она тоже не особо хочет есть. Она когда поняла, что головы это вкусно, она такая говорит, я хочу есть головы. Дали ей пару голов. Она, кстати, их съела вообще неплохо. Вот. Ну, мы не даем сейчас не потому, что там что-то ей нельзя там или так далее. Нет. Просто, ну, еще механическое, конечно, повреждение челюсти, оно присутствует у челюстей. Вот. Поэтому, друзья, еще что хотел сказать. Нет, мы не отдыхаем там. Я никуда не ушел. Не знаю, там никуда не улетел отдыхать, никуда не уехал, чтобы прийти в себя. Нет, мы также в рабочем ритме. Очень сильный рабочий ритм. Животные требуют каждый день внимания, конечно же. И, ну, так, я думаю, даже не возникает, да, таких вопросов, что животным нужно мало времени. И еще очень главная информация такая, очень важная, точнее. Тимка, ну, ты прям вообще, у нас, ты как этот, горный козленок. Ой, ой, ой. Очень важная информация, что рыси собираются переезжать, дорогие друзья, в уличный вольер. Сервалы, наверное, дня через два уходят на зимовку, и рыси переезжают туда. То есть, Тимка и Клео. Я думаю, что на вольере они подружатся, потому что у кошек есть такая история, если, знаете, они в более-менее нормальных отношениях, то есть не хотят друг друга убить, но они просто чуть-чуть натянутые. Кошки нормально дружатся в какой-то стрессовой ситуации. В принципе, Тимка с Клео, как вы можете видеть, они, ну, абсолютно не опасны друг для друга, потому что они, как минимум, сейчас открыты между собой. Тимка, ну, сейчас пойдешь. Ты хочешь Клео или куда ты хочешь? Я не понимаю. Ты прям скачешь, скачешь. На вольере там есть укрытие, домики, куда можно друг от друга отойти, чтобы не нервировать, не мешать и так далее. Так что рыси через пару дней переезжают в вольер, сервалы уходят на зимовку. Ну, а как там, Хан, ты в первый раз сюда залез, ты на все готов просто, да, чтобы попасть к нам. Ты что, ребенок? Ну, вот там сидим, мы тебя оттуда сейчас снимем. Так что, дорогие наши друзья, всем вам хорошего дня. Думаю, что сегодня я вам покажу повторную встречу Тимке и Хана. И думаю, что вы будете очень рады это увидеть. Так что всем прекрасного дня и до скорых встреч. Давай сейчас покушаем, а потом, может быть, сходим к Хану, да? Да, скоро будешь жить на вольере, на улице у тебя будет улица, потому что он очень хорошо оброс, и, в принципе, сейчас ему самое время уже жить на улице. Клео тоже обрастает, ну и плюс у них есть домики, где будет сено комфортно им. Мурчишь? И здесь вот к своему другу прям рвется, вы посмотрите, друзья. Редактор субтитров,